У меня самое сильное испытание было. Я очень боялась потерять маму и папу. Мне казалось самое страшное. Когда мне, например, нужно было сыграть какую-то сцену. Еще когда-то мне один из режиссеров сказал, а ты представь себе, что у тебя папа жив? Представь себе, что папа умер. Я как сказал на репетиции. Я как это представила, мне все. Все. Слезы из глаз. И так как-то я, когда были очень трудные сцены, я иногда это себе представляла, чтобы вести себя до какого-то внутреннего такого трагического состояния. А потом это случилось. Ирина Мирошниченко потеряла отца в 1984 году. В тот год она била все рекорды работоспособности. Одновременно и безостановочно съемки в трех картинах. Рыжий, честный, влюбленный. Профессия-следователь. Наследство. О смерти отца она узнала, будучи на съемочной площадке фильма «Наследство». Лауреат Госпремии, советский классик старой школы, режиссер Георгий Натансон требовал четкой организации процесса, без учета личного форс-мажора. Мне нуждали несколько дней на то, чтобы похоронить отца. Через несколько дней мне звонит режиссер Натансон. Ира, ну у нас вся съемочная группа стоит, у нас вообще план рушится, мы ничего не можем. Надо срочно выходить на съемку. А вот мы закончили сцену, там я говорю какие-то слова. А нужно ее продолжать. Если пойдет фильм «Наследство», вот я вижу эту сцену. Вот я одна, Ирина, а потом склейка, совершенно другой человек. Я даже не могу скрыть ни гримом, ни... Вот вроде бы все то же самое, одежда та же, текст, ну все то же самое, понимаете? А вот другой человек в экране невозможно было. Я это вижу, другой может не заметит. В одной сцене только вот раз, и уже склеена и другая судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok